всем доброе утро станция лазовецкая непосредственно сама лазовецкая только что моросил дождик и через секунду выходит солнышко хотя погодка сами видите какая там где-то точки с одной стороны со стороны топса а со стороны сочи пробивается солнышко ну цель данного ролика не показать вам солнышко вы так про него все знаете сегодня мы с вами прогуляемся к морю не только к морю от станции лазовской мы пойдем к улицам центральным предточнение центральному прибрежным улицам так вернее будет сказать те которые находятся непосредственно около моря такие как ушакова нахимова павлова колораж они находятся везде и там и сям я имею до полу колораж социалистической в общем для всех тех кто уже смотрел мои ролики это будет знакомый маршрут для тех кто не смотрел это будет образовательный так сказать наши не образовательный громко сказано познавательный и так вы выходите из станции лазовская именно здесь можете перейти на противоположную сторону по надземному переходу поможете как я выйти на автобусную остановку где есть все автобусы с маршрутами движения и временами их отправки кстати меня просили показать вот именно вот эту информацию тут даже схема есть блин хочется ее сфотографировать но имейте ввиду что на станции на остановке станции лазовская вы сможете подчеркнуть эту информацию я еще раз сфотографирую и обязательном порядке выставлю вам в том числе онлайн расписание видите для вас тут вся схема нарисована так что если вы приезжаете подойдите сюда посмотрите изучить этот весь маршрут непосредственно даже до ахалау мордомомайского перевала перевала то есть весь маршрут где какие остановочки но у вас будет вот это вот расписание онлайн я думаю вы найдете мобильное приложение интернет сочи транспорт вот тоже я думаю интересно я для вас это все сфотографировал посмотрите узнаете сориентируйтесь так весна в лазовском а мы идем в сторону прибрежных улиц есть вариант теоретически выйти сразу на улицу адовского но я вам он там вот туда туда этот вариант показывать действительно на не буду так как это вариант через железнодорожные пути там пункты досмотра охрана точнее досмотра здесь у нас справа ход вокзала именно здесь вот здесь вот вы приходите и вас так сказать досматривают когда вы уходите на станцию лазовская то есть этот именно этим маршрутом вы должны будете пройти на станцию ничего с собой опасного не брать здесь по ходу движения нас круглосуточная аптека я не знаю другой глазами есть у нас еще или нет но вот это конкретно круглосуточная это вам так информация когда я выходил из дома было пасмурно сейчас погодка прям офигительная наверно мог подобрать и другое слово но подобралась почему-то именно именно это улица лазарева несколько шумная мне не очень нравится ходить по ней вот так вот если я не спешу я предпочитаю выходить на улицу победы и оттуда во уже идти вдоль точнее по улице победы вдоль красивых зданий сооружений там не больше людей торговые точки по лазарева шумба поэтому ряд моих роликов в основном вот допустим только что я снимал ролик как пройти от центра до станции при лазовской лет переулка привокзального я выбрал улицу победы там прикольней столовая и отель оазис школа 75 кто смотрел ролик как я шел опять же от колораж станции видели ее с той стороны еду я как всегда достаточно быстро посмотрите цветочки лучах солнца не особенно красиво так что вы все-таки накидывайте накидывайте минут несколько вы будете идти с вещами гораздо гораздо медленней теплосети котельная номер 8 л я уже вижу проход к морю по улице социалистической надеюсь что все кто смотрит мои ролики уже знают этот маршрут прекрасно вот те кто не смотрит смотрите сейчас вот иду и думаю как же мне пройти то ли потесни от дневной обзор на пляж сразу по социалистической то ли пройти до улицы колораж полный маршрут чтобы вы поняли что как а где те кто еще не знает сам теряюсь дует ветерок вроде бы тепло но многие в куртках я в том числе встает солнышко пробивается среди тучек и зарождается так сказать распускается новая листва красивая композиция а там товарняк идет вот кстати здесь находится остановка на противоположной стороне почта а следующая остановка будет остановка сейчас центр это я про автобусы я в предыдущем ролике говорил вам что у нас есть как бы два центра официальный центр это центр национальных культур и второй центр это площадь кинотеатра восход вот по ней до нее прямо тут метров сто пятьдесят двести здесь остановка почта ну а мы заныриваем под железнодорожное полотно в сторону центрального пляжа именно таким бы маршрутом пошел я будь я гостем лазерского с чемоданом приехавшим в первый раз и живущим где-нибудь на улице ушакова социалистической павлова либо колораж но половой колораж опять же ну а дойского само собой вот там вот остается позади у нас станция если вы живете на адойского вам сюда по адойской извините социалистической вам сюда покушать вкусные какие-нибудь вкусности восточной кухне тоже вам сюда по социалистической это ближайший проход кстати к морю для тех кто идет вот с той стороны нет есть еще вариант выйти на пляж морская звезда но один из вариантов допустим всех кто проживает на ряде улиц такие как шевченко ильича победы для них это будет для каких-то частей улиц будет это кратчайший маршрут хотите работать в магазине красная белая зарплата до 89 тысяч вот это там так написано я не знаю точно здесь вы уже видите улицу ушакова то есть если вы живете вы планируете жить на улице ушакова вам тоже сюда но мы сюда сейчас не пойдем я вам так просто покажу здесь вот надземный пешеходный переход через железнодорожное полотно вот туда вот улица ушакова я уже вижу отсюда во море вот по прямой но мы идем дальше дабы рассказать и показать вам несколько побольше чем только про улицу ушакова ушакова 16 такой вот сооружение напоминающие мне форт боярд здесь еще одна часть ушакова нахимова можно тоже обойти это здание сейчас мы в районе стадиона вопросы по которому решаются уже много-много лет он у него вроде как бы есть хозяина вроде бы как бы был их и нет он где-то там в америке и такое слышал здесь строили кафе я думаю вы помните было такое двухэтажное строение показывали что его в ноябре уже должны были закончить там инженеры архитекторы все фигня срезали опять построили и срезали не бывать кафе подумал что-то справа непосредственно футбольное поле я читал в интернете территория охраняется собаками но не про это я читал я читал про другое что вот основатель магнита господин голецкий он большой любитель футбола как вы знаете именно здесь он планировал развивать нашу лазерскую команду она была такая нормальная команда вам скажу не хухры мухры ну что-то там не срослось продали этот стадион за чисто символическую сумму я не помню какая точно сейчас не готов вам сказать но что-то у меня в голове там смешная цена очень смешная где-то это было естественно в 90 в итоге и стадион не развивается не футбол в лазерском не развивается хотя мог но господин галецкий у него по-другому сложилась судьба и как вы знаете теперь он человек известный так дальше улица спортивная тут выход на спортивную на нахимово на корабельный переулочек тоже по прямой вышли вот море отсюда видно прекрасно я могу пойти по прогуляться по набережной но я думаю что это будет не совсем правильно по отношению к другим улицам ну с чемоданами на набережную я бы вам не рекомендовал идти а там будете мучиться там людей много будет летом обратите внимание на глицинию у нас тоже во дворе уже начинает расцветать активно скоро здесь отстроится столовая самым вкусным лимонадом имбирно-лимонным у сдам в столовую в аренду ну вот сорвалось возможно лимонада не будет в этом году а возможно будет еще вкуснее кто его знает здесь вот находятся у нас тренировочные корты всякие разные цветут фруктовые деревья тут и качалка и футбол и волейбол и баскетбол наверно тоже есть а мы топаем дальше до улицы павлова осталось всего ничего то есть дайте в том числе до улицы полу до колораж до доской даже до речной можно легко по прямой в принципе в детстве мы так иногда и ходили такси стоило как сейчас помню советское время на рубль доехать до колораж 14 от лазерского стоило рубль и иногда по приезду когда мы были налегке допустим ничего с собой не возили сли именно вот этим маршрутом поверьте нам будучи пацаням там было очень прикольно здесь погулять почему-то память запала вот именно вечерняя лазерская когда мы идем вот именно здесь и потом через парк там еще стоит вот это я как называл ее мельницы я не знаю что это было водонапорная башня или мельница не знаю вот что-то так вот запала и так вот мы уже пришли на улицу павлова прямо туда вы выйдете непосредственно к причалу именно там он кафешки прибыли фавориты все там а мы с вами здесь с халяви пойдем на улицу колораж но окольными путями давайте и пойду уже к дому тогда уже буду идти конкретно на колораж 14 если вы пойдете прямо метров 300-400 попадете на улицу речную и на начало улице адольской я же иду к своему дому куда еще должен идти домой же конечно своим родным маршрутом коим ходил не один год через парк которым косят травку на улицу колораж все убирается намывает на очищают и так каждое утро про черепашек вы уже знаете да что в этом болотце живет одно и количество черепах раз прекрасных рыбок я не видел для них на на водах мудная хотя кто узнать бывали муки и более мутной водички вот такой вот утренний парк кто-то чихает кашляет поют птицы а я на колораж судьба у меня такая как говорится ну думаю смысла большого продолжать этот маршрут уже нет наверно хотя нет давайте дадут как раз конкретно для тех гостей которые будут жить у нас все-таки покажу полный маршрут от станции латвийская пешком вот каких-то корабликов привезли детские игрушки набитый автобус стоит такие качалки качельки карусельки площадь трех столовых которые пока еще не работают обратили внимание на пиццерию посмотрите вот на противоположной стороне там все буковки закручены замотаны и только две буковки зато стали вот столовая номер пять шашлычная номер один скоро будем тут гулять и не только моего а всех все будут гулять какой-то бред несу сами скоро будете все короче наблюдать эту картинку меня отсюда уже гонит и девито цель на свой колораж 14 и пойду итак улица колораж в полном так сказать объеме которые буду вам показывать практически каждое утро в летний период груша отцвела вот здесь вот летали пчелки помните много-много пчелок было все теперь ждем как готовые плоды а я уже вижу свой дом и поэтому можно считать что этот ролик завершён мы прогулялись с вами непосредственно станции до колораж 14 и показал вам маршруты приближным улочкам где бы поселился я как я говорю иногда и даже рубрика такая есть у меня напоминаю вам еще раз что все заявки пожелания предложения друзья мы только на дзен канале лазерская сегодня всем пока привет с лазерского а я домой не пойду я пойду снимать утренний обзор а